Здравствуйте, уважаемые телезрители! Тема нашей сегодняшней программы – профилактика туберкулеза. Ежегодно в мире туберкулезом заболевает свыше 10 миллионов человек. Среди инфекционных заболеваний смертность от туберкулеза лидирует, опережая СПИД. Пока еще ни одна страна в мире не свободна от туберкулеза. Среди факторов риска – бедность, недоедание, курение, инфицированность ВИЧ, распространенность диабета и расстройств, связанных с употреблением алкоголя. Поскольку опасность существует всегда и везде, важно знать, как обезопасить себя и своих близких. Об этом и о многом другом буквально через минуту в нашей программе расскажет врач-специалист. Туберкулез – это инфекционное заболевание, вызываемое микобактериями, которые часто называют палочками Коха. Основной источник заражения – человек, который болеет туберкулезом легких. Из его дыхательных путей, особенно во время кашля, отделяется мокрота, мелкие капли которой могут попасть в дыхательные пути здорового человека, находящегося рядом. Мокрота может оседать на поверхности пола или земли, на предметах и вещах. Инфекция может попасть в организм, если не вымыть руки после контакта с поручнями в общественном транспорте, употребить в пищу немытые овощи и фрукты, плохо обработанное мясо или некипяченное молоко. Итак, тема нашей сегодняшней программы – профилактика туберкулеза. А в студии у нас главный врач Центра фтизиопульмонологии, доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации Анатолий Васильевич Карпов. Здравствуйте. Добрый день. Сегодня во всем мире отмечается День борьбы с туберкулезом. И в связи с этим хотелось бы задать первый вопрос. Почему же туберкулез до сих пор не побежден? Ну, победить инфекцию, которая имеет, наверное, самое древнее происхождение в мире – это туберкулез. Он родился вместе с человеком. Я полагаю, что вместе с человечеством туберкулезная палочка уйдет и в небытие. Конечно, мы можем ее сдерживать на определенном расстоянии, не допускать инфекционных, как вот сейчас коронавирус, вспышек. Это, естественно, мы сейчас на этом научились. Но сама по себе туберкулезная палочка настолько приспособливалась к внешней среде, и для этого у нее есть все основания и факторы, что убить ее можно только со смертью человека, потому что в таких, мутируя и попадая в человеческих организм, она там может находиться до конца жизни человека, не вызывая самого заболевания. Вот этим и опасен туберкулез, потому что, внедрившись, скажем, в детские годы, переболев в легкой форме, человек как бы выздоровел. У него там кальцинатик образовался, на флюорографии ему все время он ходит. Человек даже очень порядочный во всех отношениях и в социальном плане ходит на флюорографии. Ему говорят, вот там у вас кальцинатик. Все, он отработал, он уже там на пенсию вышел. И вдруг неожиданно в 80, а иногда в 90 лет идет реактивация этого замурованной туберкулезной палочки, которая находилась в состоянии парабиоза, то есть между жизнью и смертью. Почему так случилось? Ну, человек, во-первых, такого возраста, у него резко упал иммунитет. Какое-то сопутствующее заболевание, тот же грипп, любой, может привести к резкому ослаблению организма. И поэтому эта палочка медленно, наверное, начинает оживать. А отсюда так называемая эндогенная реактивация туберкулеза. 10-15% среди лиц пожилого возраста мы как раз сталкиваемся с эндогенной инфекцией, которая возникла в результате того, что когда-то он перенес этот, может даже в детские годы, даже и во взрослом периоде, был снят с учета по клиническому выздоровлению. Да, снят с учета, потому что нет никакой клиники, все. Но вот палочка-то, та часть этой палочки, мы называем штамп или разновидность этой палочки, может сохраняться с человеком всю жизнь. Поэтому победить окончательно туберкулез, вот ВОЗ поставил глобальную задачу, к 2035 году ликвидировать туберкулез, но чтобы там ноль был, нет. Вот там один на сто тысяч, ну а сохраняется, понимаете, такой показатель. И, наверное, в какой-то степени природа мудра, и вообще исчезновение какой-то инфекции сразу создает вакуум для внедрения другой инфекции, вы же понимаете. Поэтому туберкулез старая наша известная болезнь, мы умеем с ней очень хорошо и быстро бороться. Кстати, какие у нас цифры в Новгородской области? Я тут слышала, что у нас снижается заболеваемость. Да, конечно, снижается. В России сейчас хоть и входит в 21 страну с высоким временем туберкулеза, но занимает там менее 1%. Впереди там Китай, Индия, где миллионы заболевших людей туберкулезом. Ежегодно в Китае заболевает больше миллиона, в Индии полтора миллиона, ну и так далее. В нашей России меньше 100 тысяч заболевает туберкулезом населения, в год регистрируется. Но, тем не менее, Россия пока отнесена по ряду позиций. У нас больше всего из других стран, то есть Европы, быстрее всех развивается лекарственная устойчивость к микобактериям. Она растет. У нас растет еще в стране ВИЧ-инфекция. И вот на этом фоне даже незначительное количество туберкулеза делает нашу страну, в общем-то, достаточно проблематичной. И мировое сообщество, и ВОЗ считают, что вот пока нет оснований России выводить из этого списка. Хотя по формальным признакам, по количеству заболевших, мы уже должно вышли из этой когорты. Кстати, Новгородская область тоже вышла уже на 21 место в рейтинге по заболеваемости из 85 регионов. И мы вполне можем претендовать на одну из лучших территорий. Ну, когорту лучших территорий. Не то, что претендовать, а явно претендуем в лучшую территорию, так сказать, в Российской Федерации. Благодаря чему этого удалось достичь? Ну, благодаря чему? Благодаря умению. Потому что с любой инфекцией, в том числе с туберкулезом, надо работать. Это же инфекция, которая не грипп чихнул, и завтра тут, значит, все позаболевали, и начали маски одевать. Инфекция – это надо работать в плановом порядке. Это надо отработать и вакцинацию у детей в роддоме, ревакцинацию в определенном возрасте. Это постановка биопроб каждый год у ребятишек. Это флюорография ежегодного определенного контингента или раз в два года у тех, кто в социальном плане благополучен и нет сопутствующей патологии. И когда эта вся система срабатывает, а на ней заняты не только мы, фтизиатры, а вся лечебная сеть и Роспотребнадзор со своей армией специалистов, и к этому привлечена, ну, скажем, администрация, и лично наш губернатор отчитывается за показатели, кстати говоря, смертности, лично перед председателем правительства. И нам не стыдно за свою область. У нас сегодня один из самых низких показателей смертности в Новгородской области – два человека на 100 тысяч населения. Редко где в России такой имеется показатель. Поэтому по совокупности показателей действительно Новгородская область может являться территорией с затихающим туберкулезом. Но есть еще проблемы. Успокаиваться рано? Успокаиваться совершенно рано. Если будет время, я о них чуть позже остановлюсь. Но, кстати, у вас не так давно появилась очень современная лаборатория, которая даже может проводить тесты на коронавирус, если я не ошибаюсь. Да, мы долго создавали нашу бактериологическую службу и создали одну из лучших на Северо-Западе по оценке не нашей, а специалистов и московских, и питерских, которые к нам приезжали и оценивали. Это великолепная БАК-лаборатория и при ней молекулярно-генетическая лаборатория, которую мы с большими трудами, но запустили. Вместе, кстати, с университетом они были в нашем, так сказать, сообществе для решения этой проблемы. Мы ее решили. И сегодня там есть все оборудование, на котором в том числе и обучены самые главные люди, специалисты, которые могут тестировать коронавирус и определять его, так сказать, штампы и так далее. Так что мы готовы помочь лечебной сети, если потребуется такая возникнет необходимость, диагностировать коронавирус у людей, которые будут к нам направлять специалисты лечебной сети. Предварительная договоренность с Роспотребнадзором и с нашим министерством достигнута. Я думаю, что если такая возникнет необходимость, мы начнем работать. Уважаемые телезрители, сегодняшняя наша программа посвящена профилактике туберкулеза. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте наш телефон 67 97 67. Если позволите, я вот оглашать начну уже вопросы, которые прислали накануне. В частности, Вячеслав из Великого Новгорода спрашивает, есть ли риск инфицирования и заболевания, если в течение пяти часов ехал в поезде в одном купе с человеком, вероятно, больным туберкулезом. По его рассказам, он только вышел из тюрьмы, активно кашлял, жаловался, что все его соседи по камере болели туберкулезом. Я сам недавно перенес ОРВИ, сохранились остаточные явления. Вот беспокоится, Вячеслав. Ну, что я хочу сказать, Вячеслав, риск всегда есть. Тем более, что ехал в одном купе. Если не обнимались, не пили водку с одного стакана, не закусывали и не курили одну сигарету, то этот риск, конечно, минимальный. Потому что, еще раз повторяю, что туберкулез, хоть и летучая инфекция, хоть с капельками слюны распространяется, но не на большое расстояние. Если человек держал дистанцию и не вступал в прямой контакт, то, конечно, риск этот минимальный. Потенциально, конечно, пусть происходит для проверки на флюорографию, или диаскинг-тест сделает. Инфицировался он или не инфицировался, что пусть совсем успокоится. Если диаскинг-тест будет отрицательный, то, конечно, все прошло для него благополучно. Где это можно сделать? Это можно сделать в любой из наших лабораторий, в нашей эфтезиатрической службе. И на Парковой, и на Никольской 10. Так что это довольно простое. И в любом тубкабинете по месту жительства можно подойти и заказать эту пробу диаскинг-тест. Или флюорографию. Но для флюорографии надо период выжидательный, потому что все же, чтобы инфекция накопилась, размножилась и появился там очажок какой-то, или инфильтрат, ну нужно время, месяца 3, 4, 5, 6. А для того, что инфицировался, и антитела стали вырабатываться, этого достаточно несколько недель, и тогда мы говорим о том, что инфицирован человек или не инфицирован туберкулезом. То есть сейчас можно сделать диаскинг-тест, а где-то через полгода сделать тюрагу. Да, подобие реакции Монту, ну более современная, так сказать. Квантифероновая проба наиболее точная, но она уже платная, дорогостоящая. Диаскинг-тест нисколько не хуже наш отечественный. Вполне им можно воспользоваться. Спасибо за ответ. Екатерина из Великого Новгорода спрашивает, скажите, пожалуйста, есть ли вероятность заразиться туберкулезом, если на улице рядом со мной кашлянул пару раз человек без определенного места жительства, стоял сзади на пешеходном переходе. В тот момент, когда он кашлянул, я обернулась к нему, ветер дул в мою сторону. Уже две недели лечу насморк. Ну, мне трудно сказать, повлияет ли ветер, днувший в сторону нашей уважаемого автора этого вопроса. Но теоретически это, конечно, очень... Ну, может быть, все. Я уже сказал, теоретически это может быть. Но реально вряд ли что-либо произошло, потому что слишком короткие контакты, потом этот ветер, он же может дуть куда угодно. А в-третьих, получила ли она... Кашлять может человек. У нас же по статистике среди не инфекционных заболеваний, а просто болеющих с кашлем, бронхитом, особенно у курильщиков, 35% населения. Ну и чего? Если он кашлянул, завтра его обследовать на туберкулез, все окружение, это не совсем верно. Просто ей нужно тоже обследоваться. Пойти или на флюорографию, то, что я говорю. Раз есть беспокойство. Ну, раз человека это беспокоит. И исключить это беспокойство из своих, так сказать, самих. Ну, вообще, вот, вы знаете, мне кажется, что нужно уже как-то внедрять культуру кашля. Я сама, например, вчера была в магазине, рядом со мной ходила пара, и мужчина кашлял, и совершенно не прикрывал рот рукой. Не то слово. Ну, вы же понимаете, да, рот, к сожалению, наш смотрит фильмы, делает умозаключения, пишет на мои даже выступления профессионала человека, что вы тут всякую ерунду все говорите. Ну, кстати говоря, у нас ведь 50 с лишним человек отказалось, взрослых, грамотных, в общем-то, молодых, матерей и отцов от вакцинации, вакцины ВЦЖ. То есть это основная защита туберкулеза детей и будущих взрослых. У нас уже по городу 570 человек, которые не привиты против туберкулеза. То есть отказались, вот, по надуманным причинам. А там какая-то есть вредность при производстве вакцины ВЦЖ. Ну, при производстве колбасы, при производстве любого питательного вещества, даже детских смесей, все равно производятся там какие-то компоненты, которые, ну, стабилизирующие, занимающие какую-то определенную позицию. Но они никакого вреда не наносят. И как можно на этом основании, начитавшись интернета, запрещать своим детям производить вот вакцину ВЦЖ? А они же вырастут. Вот эта группа будущего риска заболеть тяжелой формой туберкулеза. Вы говорите, как мы победим? Да мы никогда не победим в том плане, о котором вы спросили. Ну, если 700 человек детей выросло не привитых от туберкулеза, а система, которая позволяет определять у них, заболел он туберкулезом, инфицирован или нет, они тоже отказываются. Той же диазкин-тест, от реакции МОНТУ. Таких людей, родственников, или, так сказать, родителей, вообще тысячи уже по области. Вы представляете, все же это потенциальная угроза, с которой нужно считаться. Поэтому побеждать туберкулез не очень легко. У нас есть вопрос от телезрителей в прямой эфир. Мы слушаем вас. Алло, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, да. Лет примерно 40 назад меня сделали вот это МОНТУ, у меня не получилось. Мне сделали какой-то укол. У меня тоже врач сказала плохо. Меня отправили в туберкулезный диспенсер. Я что-то испугалась и не пошла. Вот что может быть? Почему мне ничего не показало? Ну, вот уже прошло лет 35, если не 40, и у меня получается никакого туберкулеза нет. Я нормально с легкими. Что бы это такое было, что ничего не показало? Вы знаете, я очень за вас рад. И слава богу, что с вами, как говорят, на роде ничего не случилось. Но вот я хочу вам рассказать другую историю. У нас совсем недавно, как сказать, 90-летняя жительница Новгорода, живущая в областном центре. Ее периодически посещают врачи разных специальностей по различным заболеваниям. И никто ни разу не спросил. Она подкашливала. И никто ни разу ее не спросил, от чего вот вы там или назначил хотя бы консультацию в тезиатр, или забрал мокроту, или диазкинтез. Мы бы пришли, надо бы и сделали. Эта услуга совершенно бесплатная. Ничего подобного. И дело кончилось тем, что эта женщина умирает. 90-летняя жительница в центре Новгорода. Никакой она ни изгой, ни бомж. И нормальный совершенно человек. И судебно-медицинская экспертиза делает такие вскрытия, когда человек умирает. Находит очень обширный туберкулез. Вот понимаете, тоже и самое я хочу сказать этой женщине. Это не значит, что он может быть... Она могла инфицироваться, эта женщина, и он может там долго стоять. Сыграла реакция МАНТУ. Не нашли. Ну, слава богу. Но периодически, если вы проходите флюорографию, и если вы периодически там ничего не находите, живите и дольше. Но условие одно. Обязательно надо хоть раз в году вам пройти флюорографию. А вдруг там тот попавший к вам кусочек, палочка туберкулеза начнет себя активизировать. Вот тогда мы вовремя вас выявим и пролечим. Ну, а пока ничего не случилось, лучшее средство это все же профилактический медицинский осмотр. В данном случае сходите на флюорографию. Так, женщина, кстати, не была больше пяти или семи лет ни на какой флюорографии. И никто, главное, ее туда не посылал. Вот вам и диспансеризация, о которой мы тут кричим. Давайте всех пожилых диспансеризировать на сто процентов. Ну, я таких историй могу привести несколько. Ну, мы действительно практически, ну, если не в каждой, то через три программы напоминаем про диспансеризацию, которую после 40 лет каждый россиянин может проходить раз в год. Поэтому этой возможностью необходимо пользоваться. Надо пользоваться. Она же бесплатная, абсолютно. Ничего там вредного нет. Кстати, это можно сделать теперь у нас и пять передвижных флюорографов. Новая администрация закупила сразу пять передвижных флюорографов. Маммографы закупила. Работайте. Приходите. Мы в любой регион, они не у нас, они в лечебной сети. В любой регион главные врачи могут организовать, выехать и провести. Но когда наши флюорографы туда приезжают или в лечебной сети, то население нужно чуть ли не затаскивать на это и обследование. Конечно, еще низкая культура, я бы сказал, медицинская в данном случае, наших и многоуважаемых, так сказать, зрителей и сограждан и в Новгородской области. Поэтому не надо никого обвинять. Надо прежде всего заботиться самим о собственном здоровье. Вот это главный мой лозунг. А все остальное мы, конечно, сможем и поможем вам выявить, если эта инфекция попала в ваш организм. Мне сказали, что был звонок из Боровичей. Долго не могла ждать наша телезрительница, но она задала такой вопрос, что там в Боровичах есть учреждения до определенного рода, откуда освобождаются, и они ассимилируют в этой местности. И вот спрашивала, есть ли статистика по Боровичам, и вот насколько там высок риск заразиться? В самих Боровичах, конечно, те, кто освобождается, у нас, конечно, статистика есть, те, кто освобождается из ЛИУ-3, это называется лечебно-исправительное учреждение для больных туберкулезом, единственное на северо-западе, да теперь, пожалуй, здесь и в центральной, так сказать, части европейской России, где лечатся больные туберкулезом. Для нашей маленькой области это большое бремя, я все время об этом говорю. Но мы там навели порядок, вот несколько лет подряд мы там работаем совместно с УФСИНом, с медицинской службой УФСИНа, с нашими, проводим всевозможные комиссии, в том числе межведомости, и со временем навели порядок. Сегодня там заболеваемость сократилась в разы, но по сравнению, скажем, с гражданским населением, у нас вот 25,9 случаев на 100 тысяч гражданского населения, на 100 тысяч, ну, скажем, 25 человек заболевает на 100 тысяч. То у них 240 на 100 тысяч, видите, в десяток раз выше заболеваемости в пеницитарных учреждениях. А в этой тюрьме находятся непосредственно многие больные активным туберкулезом. Вот в прошлом году их вышло из больных туберкулезом, потому что срок отсидки, как называемый, у них закончился, и какая у него форма, активно, неактивно, она их выписывает. Так вот, 16 человек выписали с активной формой туберкулеза. Несколько были актированы в таком состоянии, что они должны были вот-вот умереть. Попали в нашу сеть. Мы их всех, естественно, ну, не всех, кто обратился, и те, кто не смог ходить, уже привезли к нам. Вот мы их активно вылечили. Те двое, которые собирались умирать, уже встали на ноги и бегают, уже сбежали с нашего лечебного учреждения. Поэтому мы лечим хорошо, и там научились лечить, но, конечно, условия для возможностей у нас, конечно, больше, лучше, и, наверное, но все же совместная работа позволяет держать ситуацию под контролем. Но это лечебное учреждение, конечно, портит нам погоду. Если бы не это ЛИУ-3, ну уж точно были бы первые десятки по многим показателям. А что делать местным жителям в Боровичах? А в Боровичах, ну они на самих самих Боровичах затерживаются редко. Я хочу сказать, что они больше мигрируют. Значит, зоны риска, это Боровический район, вот там самый высокий уровень заболеваемости. Одна из причин, это вот люди, которые выходят из ЛИУ-3. Они далеко не уходят, по деревням рассасываются, ну куда они там уходят? Поэтому Боровический район, Акуловский район, Маловишерский приплетаются тут недалеко. И потом они же подзаработать что-то, собирать там, так сказать, денежки. И таким образом являются серьезными разносчиками инфекции. Не все, к сожалению, приходят к нам и не все хотят лечиться. Но для того, чтобы себя защитить, нужно повышать иммунитет, насколько я поняла. Ну, это самое главное. Каждый из нас должен думать о себе в первую очередь и повышать иммунитет. Для этого много ничего не надо. Надо вести здоровый образ жизни, прогуливаться. Теперь вот очень надо с этими палочками ходить, по свежему воздуху. Вечером, когда стихнет шум машины безопасно. И это очень большая помощь. Вот люди, которые начинают этим заниматься, они начинают заново себя чувствовать совершенно другое у них появляется качество жизни. Они это отмечают. Ну, съесть яблочко хотя бы раз в неделю, ну, позволить себе даже при минимальной зарплате. Так ведь? Ну, не рюмку же водки, понимаете, каждый день или через день. Вот это уже совершенно другая история. Потому что среди наших больных 7-50 процентов алкоголики, которым диагноз мои коллеги поставили, а еще 25 это пьющие, так сказать, злоупотребляющие. Ну, и какое же так здоровье, и какая, так сказать, тяга у них к здоровому образу жизни минимальная. Но мы с ними работаем, тем не менее, лечим. Мы-то лечим, а выходят на волю, снова начинается у них, так сказать, своя собственная жизнь. К сожалению. Спасибо вам большое. Спасибо вам за то, что вы нашли время сегодня к нам прийти и за ваши ответы на вопросы телезрителей. Мы сейчас подведем небольшой итог, сказанному ранее в этой студии, затем вернемся в прямой эфир и узнаем, кто придет к нам завтра. Чтобы не заболеть туберкулезом, необходимо вести здоровый образ жизни. Для крепкого здоровья нужна здоровая нервная система, поэтому важно избегать стрессов. Пища должна быть полноценной, обязательно содержать достаточное количество белков. Важные условия для поддержки здоровья – ежедневная физическая нагрузка. Пыльные помещения, которые не проветриваются, способствуют распространению туберкулезных бактерий. Для профилактики заболевания необходимо проветривать помещение, регулярно проводить влажную уборку. Есть несколько уязвимых групп граждан и профессиональных категорий специалистов, которые должны чаще обследоваться на туберкулез. Завтра тема программы реабилитация, лечение после рака молочной железы. Вопросы можно задавать на сайте интернета издания 53 новости и в группе «Скажите доктор ВКонтакте». На сегодня все. До свидания. Будьте здоровы!